Кто ночью не спит, а работает, тот мы и дорожные рабочие. На участке Красноглинского шоссе, где сейчас идет ремонт, трудится 70 человек. За одну смену они срезают до 600 погонных метров старого асфальта. Три фрезы идут друг за другом, срезая слои дорожного покрытия. Работы на дороге ведутся ночью. Смена начинается в 22 часа и длится до половины седьмого утра. Движение не перекрывается. Машины едут по одной полосе по реверсивной схеме. Пока дорожники работают с нижним слоем. Впоследствии также производится работа. Будет производиться по укладке в районе слоя на следующей неделе, а затем будет производиться уширение проезжей части. Попутно в дневное время идет обустройство прилегающей территории. Сейчас лесосечными работами занимаемся. Валим лес и вывозим пеньки на свалку. Работы идут на участке почти в 10 километров от Волжского шоссе до моста через реку Сок. Это часть дублирующего маршрута к чемпионату мира по футболу. Проект масштабный, по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Рассчитан на два года. На ремонт направлено более миллиарда рублей. Ремонт на Красноглинском шоссе необходим. Из-за интенсивного движения на дороге появились колеи, превышающие нормы в три раза. По проекту здесь уложат несколько слоев специального покрытия из крупнозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по современным технологиям. Саму проезжую часть расширят почти в два раза. Сделают четыре полосы движения вместо двух. Все пешеходные переходы на данной дороге будут регулируемы, то есть с устройством светофоров и вызывной кнопкой для пешеходов. Также на оси данной дороги будет барьерное ограждение установлено и барьерное ограждение будет установлено по краям автомобильной дороги. Все это позволит снизить аварийность на участке и сделать дорогу более безопасной для движения машин и пешеходов. Завершить ремонт Красноглинского шоссе должны в сентябре 2018 года. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События.